Понятия. Умудри нас, чьи Слово Твое Святое, Живое и Вечное, чтобы Слово Твое отображалось в сердцах наших и душах наших, и в душах наших детей. Слава Тебе за это тихое мирное время, за все Твои благодеяния, за Твое чудное Вознесение. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Тогда вот Вознесение, то охота и Христос воскресец петь, или Царю Небесный, ни то, ни другое не поется, и сразу такой, ну так сказать, тупик. О, а что петь нам тут? Ну, можно тропарь, конечно, но тропарь не все, наверное, знают, помнят, да? Вознесение Господа. Ну, мы давайте продолжим чтение толкования, Блаженного Фефилакта. Это страница 280, на 12 главе мы остановились. Ну, и по этому празднику Вознесения побеседуем, поговорим. Хотя многое мы не слышали, но, как говорится, повторение, мать, чего, учение, да? Когда повторяешь, оно отображается в душе. У нас многое, что повторяется. Да все, наверное, цикл жизни нашей повторяется. Утро, день, вечер. Времена года повторяются. Родные, близкие, те же лица, как в фильме. Помните, Камагридейш? Мирон все рассматривал через стеклышки, чтобы скучно ему не было. Там такие стеклышки разного цвета. Одни и те же лица. Все скучно ему было. У нас много повторений, но Господь, как в песне поется, на ладони Божьей, да? Или мой уголок, там другая еще песня. Мой уголок, мой маленький мир. Вот в этот маленький мир каждый из нас Господь поставил, чтобы мы спасались в этом месте. Не где-то там, а вот именно здесь. Проявить свои таланты, не закапывать свои таланты, да? Вот. Ну, Евангелие от Марка, 12 глава, с 1 по 9 стихи. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и отнес оградую, и выкопал точила, и построил башню, и отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу, принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. И опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестьем. И опять иного послал, и того убили. И многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал его к ним, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградарей сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и придаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим. Толкование блаженного Фефилакта. Виноград означает иудейский народ, который насадил Господь. Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Псалом 79, 16. Веди его и насади его на горе и достояние твоего. Исход 15, 17. Под ограду, разумеется, закон, не допускавший иудеев смешиваться с другими народами. В башне есть храм, который был великолепен. Тачилам означается жертвенник, на котором проливалась жертвенная кровь. Бог отдал народ своим делателям, то есть учителям и правителям иудейским, всем в свое время. Он послал сперва одного раба, то есть пророка, бывших около времени Ильи, например, Михея, которого убил уже пророк Седекия. Третья книга Царь, 22 глава. Послал другого, которому камнями пробили голову и таким образом нанесли полное поругание. Можно относить это ко времени Оси и Исаии. Но историю про Михея помните? Конечно. Ну, вкратце, что там за история про Михея? Ну, Иосафат царь с Ахавом. Ахазом. Ой, Ахав. Ахаз. В общем, Иосафат с царем израильским собрался на войну. Там город надо было ему отбить. Ну, а Иосафат спрашивает, нет ли здесь... А, пророки пророчествовали, что иди, победишь всех, побьешь там. А Иосафат, там 400 пророков было. А Иосафат говорит, а нет ли здесь еще пророка Господня? Да есть, говорит, один. Но он пророчествует не то, что это... Хороший обо мне не пророчествует. Ну, и послали за ним. Михей сказал, что Господь не скажет, то и скажу. Пришел, и... Его спросили, что идти ли нам на войну, или не идти. Ну, и... Он говорит, идите. Вот, видишь, говорит... Он опять говорит, это... Ну, видно, он просто... Не то, что это... Ну, как бы, правду не говорит. Ну, скажи нам... Ну, и он сказал, говорит, видел я Бога. И к нему подошли ангелы. Он спросил, что нам сделать, чтобы... Ахав не вернулся с войны. Он говорит, ну, я и нашелся один дух лжи, который сказал, я войду в устарь их и буду... Всех пророков, да? Таких четырехсот, что удивительно. Большинство же их. Да. Ну, вот... Ну, я, извини, тебя прервал, да? Все знают, но ты продолжай. Значит, у Игоря Тихоновича стеревотворение есть про Михея, сына Иемла. Михея просят все архиереи, у Малкни из реки добрал президента. Он снова наяву в эфире реет, разоблачает Ирой ЧК агентов. Вот. Но у него экстраполяции Игоря Тихоновича на наше время, да? Ну, и там музыка положена на это стихотворение, песни получила. Далее. Послал и третьего раба, что можно разуметь о пророках времен плена иудейского. Например, о Данииле и языке Иле. Наконец, Бог послал сына своего, который назван человеком ради человеколюбия. Но злые делатели, зная, что это наследник виноградника, вывел его вон из виноградника, то есть из Иерусалима, и умертвили. Христос действительно распят был вне города, зато господин виноградника отец убиенного сына. Или лучше, сам убиенный сын погубит делателей, предав их римлянам, а виноградник свой отдаст другим делателям, то есть апостолам. Хочешь ли знать, как апостолы возделали этот виноградник? Прочитай книгу Деяния апостольских, и ты увидишь, как 3000, Деяния 2.41, и 5000 душ, вдруг, Деяния 4.4, уверовали и стали приносить Богу плод. Вот так вот Господь посылал пророков, а потом и Сына Своего Единородного. То есть получается так, что пришел Мессия, и там уже установилось царство тех архиереев, царство тех священников, которым Бог не нужен был. Делаем экстраполяцию на наше время. У нас какое время? Похоже на то. Тогда было время перед первым пришествием Христа, а сейчас время перед вторым пришествием. То есть можно сказать так, в общем, под копирку очень сильно похоже. Царство некое, как мы слышали не раз, создана новая религия, да, и неоднократно наш Михей, я смело могу это сказать, наш брат, проповедник, об этом говорит смело, да, и просит его, да не говори ты об этом, ну, в интернете же много там, или нет, есть такие одобряющие, правду говорит, вот единственный человек, ну, отзывы если читали, да, наконец-то я услышал правду, то все как-то зализывает, все как-то замазывает, недосказанность какая-то, а почему? Во свете Библии не должно быть недосказанности, все открыто должно быть, смотрите, согрешил пророк, царь, Давид, псалмопевец, согрешил, открыто это все, его, его псалом самый читаемый, это сердце, можно сказать, псалмов, а псалмы это сердце Библии, потому что самая читаемая книга, вот за Великий пост, если я не ошибаюсь, за три дня два раза прочитывается, когда начинает Великий пост, вот, настолько часто, ну, конечно, надо на русском языке, но это как бы другая тема, так вот, это не скрывается, возьмите другие какие-то согрешения, грехопадения, Анания, Сапфира, все Слово Божие нам открывает, поэтому по этому принципу я, ну, понимаю, что Игнать Нихович тоже ставляется открыто, там, вставляется в интернете, и люди видят эту открытость, искренность, видят наши падения даже, наши какие-то там достижения и прочее, да мы не расхваливаемся, себя, оно же действительно карикатура, да, но просто вот эта открытость, это у вас в свете Библии, поэтому и не надо смущаться, что у нас все записывается, вставляется в интернете, кто-то с этим не согласен, ну, пожалуйста, может он и сниматься, ты его правил. Но у Бога все обнажено, более того, мы внешность свою боимся, ой, а внутренность, оно всегда под прицелом Божиим, греховны наши порывы, доброе намерение, все под прицелом Божиим, все под съемкой его, великой его камеры, можно так сказать, образно. поэтому здесь надо понимать цель этого канала в свете Библии, чтобы люди познали Христа. Есть общество, правильно, неправильно мы делаем, но есть пример, Россия возрождается, да, на маленьком клочке, ну, вот этот пример, а то говорят, все везде плохо, запустение, действительно, много запустений, но главное там запустение в моей душе, если тут запустение, то у меня во дворе где-то еще в семье будет и среди детей запустение, начни с себя, какое отношение ко Христу у меня, именно я должен себя спросить, вот этот канал, он и помогает, и смотрите сферы какие-то, все, и семья, и тому подобное, там, как беседовать с сектантами, и сколько благодарностей в этом плане, ну, вот я перешел на наше время, да, потому что второе пришествие приближается, и как говорили угодники Божьи именно на Руси, что будет время, что невозможно будет в храм ходить, оно наступает, мы это видим посредством массовой информации, начинают и писать в храмах, да, то есть наше отношение какое, если мы можем встретиться с такими батюшками, которые не против плясок там и выступлений, ну, побеседовать, если это возможно, нет, просто, ну, помолиться, посожалеть об этом, то есть доходит до того, что гимнастики там и прочее, казаки пляжут, какое это отношение имеет ко Христу, какое это отношение имеет к Библии, это все мы должны правильно понимать, что это перед вторым пришествием настолько уже сильное осветление, вот, сейчас передают, привезли мощи, да, ну, здесь ни хулили, ни хулили, это у нас середина должна быть, лично я бы, может быть, тоже приложился, но специально ехать в Москву, там, или потом в Санкт-Петербург, передают, что президент там был, слава Богу, был, это его выбор, вот, ну, конечно, не надо ни хулить, ни хвалить, но люди часто ищут именно что-то, вот этого вещественного, а Бога легко написано искать, Бога легко найти, Бог это благодать, Бог это свет в пути, Бог это дух, Он везде есть, не в мощах-то сил, а в вере Твоей, по вере Вашей, да будет вам, что Бог спасает человека, совместно с нами, Он это производит, то есть, это совместное действие, по вере Твоей, а чтобы вера была правильной, нужно чаще смотреть в Писании, чаще открывать, вот для чего и собираемся мы здесь, ну, пожалуйста, дополнение, я дополню, ведь ты сказал, что вот, Библия книга откровенная, и грехов не покрывает ничьих, открыто говорит обо всем, что совершил человек, но она рассматривает, я хотел это вот, он делал угодное в очах Господних, во всем так, то есть, делал угодное в очах Господних, или не угодное, через эту призму все проходит, в Библии, открыто, но проходит, делал он угодное Богу, в очах Господних, или не делал в очах Господних, угодное, ну, это какое место, брат, а тут о царях, это книга царства во многих местах говорится он делал угодное или не делал угодное если он делал угодное значит это врача Господня значит он благочестивый царь а если дело не угодное значит это он совершал противозаконное дело решил то есть через эту призму все рассматривается да ну и благочестивых царей я тоже дополню где они были благочестивые цари в Израильском государстве и в Иудейском. Но после того, как Соломон погрешил с женами и делал капище, Господь разделил царство на Израильское северное десять колен, и южное иудейское два колена Вениаминова и Иуды. И вот благочестивые-то цари были как раз где? В Иудейском царстве, только в Иудейском. Как раз вот этот случай, брат рассказывал, что Ахав, он нечестивый был. И Ашафат, это царь иудейский, еще он с ним дружил, тоже интересно. А он это... Да. Они породнились, он жениц своего сына на дочери этого Ахава, и там отца его. Вот он, 32-х был лет Ираам, когда воцарился, и 8 лет царства в Иерусалиме, и ходил он путем царя Израильского, как поступал до Махава, потому что доча Ахава была его женой. В общем, развратился... И Ашафат был благочестивый, а дети у него пошли по пути совершенного неблагочестия. Там, в общем, Гафолия появилась, жена-то эта, которая убила всех этих сыновей царских. То есть, от жены это многое зависит, оказывается, тоже. Может так это подействовать на мужчину, что он это развратится. Да, ну как вот с Соломоновым было, сколько жены. Как это, экзамен, семинария идет, и вот семинаристом отвечает так плохо вообще. Ну, что вы так, говорит, подготовленный профессор принимает. Так, еще вам дополнительный вопрос. Сколько жен было у Соломонов? Ну, 300, 700 наложниц. Так, ну вот сейчас, если не ответите, то не задайте. А назовите их всех по именам. Ну, это такая вот шутка, как-то у меня по именам. Так, продолжим дальше. Значит, ну, главное, что Слово Божие живо и действенное, еще раз повторюсь, коротко, что переносит на наше время состояние именно перед Старым Пришествием. Когда в церкви даже ходить, говорили угодники Божии. Ну, это Лаврентий Черниговский, в частности, говорил. Это он, если не ошибаюсь, 17-го, в начале 18-го века был. Такое состояние у нас. Паргославная церковь, к сожалению. Так, с 10 по 12 стихи. Неужели вы не читали всего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый, сделался главой угла. Это от Господа, есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа. Его поняли, что о них сказал притчу. И оставив его, отошли. Толкование. Через все это Господь показывает, что иудеи отвержены, а язычники приняты. Камень есть сам Господь, а зиждущая суть учителя народа. Таким образом, кого пренебрегли эти учители, тот и стал во главу угла, соделавшись главою церкви. Ибо угол означает церковь, которая совокупляет и объединяет всех, иудеев, и язычников. Подобно как и угол соединяет две стены, сводя их в себе вместе. Да, вот учители, это относится, конечно, если в более широком смысле и к школьным учителям, чему они детей учат, ко мне, конечно. И учители именно народа, учители в духовном плане, ну, священники прежде всего, будут наиболее виновны, которые не учили народ священного писания. Игорь Михайлович, там написано, что иудеи отвергнуты. Они же не отвергнуты. Это не уверовавшие иудеи отверглись Христа. А те, кто уверовали, это они, как мы можем так назвать, отвергнуты. Ну, конечно, здесь же выше говорится, что обращались, да, вот деяния святых апостолов. А обращались-то кто? Три тысячи и пять тысячи. Там разные люди. Ну, и среди них евреи тоже. Но евреи-то, это иудейское колено. А евреи-то и других колено есть. Да. Ну, здесь иудеи-то, иудеи отвержены. Я имею в виду, здесь... Отверглись, да, там написано? Нет, иудеи, потому что иудеи отвержены. Отвержены. А язычники приняты. Ну, так премудрость Божия саделала, да, что... Ну, и это до времени, конечно же. В рецептах многих христиан они не отвернуты. Нет, тут ниже же написано. И соединяет все эти люди и язычники. То есть, которые иного христиана, и все единые. Не вообще же все отвержены, да, имеются. А те, кто Бога ищет, они обращаются и среди евреев. Вот у нас отец Наум в городе Тбилиси, сколько раз мы к нему заезжали, он всегда нас встречает, радостно встречал. Вопрос какой-то, да? Это почему иудеи отвержены, а язычники, это язычники, они же тоже как бы против Христа были. Язычники, да. Ну, некоторые против, а некоторые не понимали. Вообще, очень мало спасающихся написано, что и среди язычников, и среди иудеев нет такого, чтобы все принимали Христа. Это все по воле человека. Свобода, свобода выбора. Так, мы видим, и язычники обращались, а многие, что и не обращались. Да, так и среди евреев. Но по сравнению спасающихся, по сравнению с погибающими, это как капля по сравнению с волной. Это написано в третьей книге Еза. Ну, сколько людей было? Это так только, приблизительно считают от Адама 100 миллиардов. Ну, это мы не можем, кто-то не верит этой цифре, пожалуйста, только приблизительно. Так вот сколько спасающихся, капли по сравнению с волной? Там совсем, может, немного. Так что язычники тоже не все принимали. Но вот книга «Деяния святых апостолов» – это «Деяния святого Духа». Как росла церковь. Ее рождение, вот скоро, через 10 дней, мы услышим, как церковь это нам напомнит. Это все уже события прошлого, но церковь повторяет, чтобы мы с вами помнили и просили Духа Святого. Сейчас усиленно просить 10 дней ожидания, 10 дней молитвы. «Приди, утешители, и измени». Потому что эту падшую человеческую природу никто не может изменить, только Бог. Опять же, только при условии, если сам человек этого желает. Вот как человек, какая свобода выбора дана. По свободе мы когда слышали? Сегодня батюшка читал, да? По свободе пробовать или вчера? Сегодня. Сегодня. И вот каждый свободу по-своему. Социальные вот эти вот, так скажем, институты, мы по обществу знаний изучаем. Социологи, философы поняли так, что там права нужно вводить. Это с Запада пошло. Там лох водил, из Франции тоже, и ряд философов. Вот эта свобода дошла до чего? В рассуждениях, что Бога нет, и без Него можно жить, и революцию можно совершить. Но это свобода мнимая. Свобода без Бога ведет к порабощению грехом дьявола и погибель. А современное общество понимает свободу, что много денег, свобода передвижения, независимость, чтобы контроля не было. Ну, так не буду уж говорить, называть имя, близкий мне человек. Посмотрел как-то на видеоканале ролики, и как Игнат Тихонич ревностно говорит, проповеда обличает диктатах для него. Диктатах все. Ну, свободу, мол, ощемляет. А то, что как отец, он этого не видит. Почему? Ну, он неверующий, не понимает этого. А отец, он может и... Где-то ревнем мы слышали вчера, ученики-то читали нам стихотворение, что кто это? Ангелы-хранители. Ну, там не так говорится, я уже добавляю. Родители наши, да? Где-то ревнем. А я своих родителей вспомню. Своих. И вот, когда, кто читал стихотворение? А Манфиса? И вспомнил маму, папу, какие там отношения. И я в прошлое сразу перенес, что как было у меня. Что как вот я, с учебой у меня было, что-то не заладилось. Там мама помогала. А отец-то больше там своими делами, там, ну, общественными занимался. Вот. Ну, Степа, ты понял? Нет? Ответ на свой вопрос. Много званых, мало избранных. То есть, это означает, что призываются очень многие. Сейчас по всему миру, на разных языках Слово Божие звучит. В разных частях мира. Слово Божие наиболее распространенная книга. Книга книг. Наиболее, ну, если так можно сказать, по-современному, популярный, бестселлер, да? Но, однако, не все принимают, потому что это выбор каждого человека. Вот эти две стены, они и сейчас строятся. Строятся. Евреи, написано, остаток спасется. То есть, к концу мира они увидят, что куда-то или туда забрели. Никто с ними происходит. И будут обращаться. Это тоже в промысле Божьем. Господь вышел из недр по плоти. Вышел из недр этого народа и неужели он его оставит? Нет, конечно. У них сейчас свое предназначение. Да, они такие там, ну, я говорю, которые без Бога живут. Вот. Но это все до времени. Все это промысел Божий, конечно, делает. Да, пожалуйста. О свободе. Свобода. Какая может быть свобода в христианстве? Если абсолютный запрет на грех, возмездие за грех смерти, свобода в праведности, тут абсолютная свобода вот такой вот. А мир ищет свободы именно греховности. Именно, чтобы свобода была греха. Да, вот такое понимание. А мы ищем свободы в праведности. И абсолютный запрет на любую свободу с грехом. Да, ты можешь простереть руку на грех. Можешь. Но ты этого не делаешь, потому что ты избрал Христа. Ты избрал святость, да? Правильность. Вот. И Господь говорил, что избери жизнь, чтобы жить. То есть, жизнь именно Христа, который висел на грехе. Мы слышали по учению Златоуства, что три чуда соединяются, необыкновенные. Рождается Сын Божий по плоти, да? Именно вот среди евреев он рождается. Это не сам еврей. Вот. Потом, значит, чудное его воскресение и вознесение. Ну и были другие чудеса. Но сладоводство именно вот эти вот связал три. Там у него сказано, как в канат говорит три. Сворачивается. Вот. Ну и я там, конечно, читал не все подряд, а выборочно. Ну вот свободу понимает каждый современный по-своему. Я уже сказал об этом. И как вот философы тоже. И к концу, к чему это приводит? Понимание свободы у христиан абсолютно другое, чем понимание того, кто не христианин, живет в миру. Как говорится, это занимается, как у Достоевского там написано, разрешим грех, будут делать все, что хотят. И по всему видно, что дают свободу именно в грехе. А для нас это неприемлемо, совершенно неприемлемо. Такую свободу иметь. У нас как раз в этом-то и не свободы. У христиан православных. Так, еще дополнения какие? Продолжим. 13 по 17 стихии. Посылает к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его слове. Они же при я говорят им, учитель, мы знаем, что ты справедлив, не заботишься об угождении кого-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Но истина, пути Божию учишь. Позволить ли нам давать, подать кесарю или нет, давать ли нам или не давать. Но он, зная их лицемерие, сказал им, что искушаете меня. Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит им, чье это изображение и надпись? Они сказали ему, кесарево. Иисус сказал им в ответ, отдавайте кесарево, кесарево, а Божие – Богу. И явились ему толкования. Вот они думали, что сейчас мы тут уловим. Об иродианах сказали мы в другом месте, что это была какая-то новоявившаяся секта людей, называвших Ирода Христом, по той причине, что в его время кончилось преемство царей иудейских. А другие говорят, что иродианами называются здесь войны иродовые, которых фарисеи взяли с тем, чтобы они были свидетелями того, что скажет Христос, а потом могли взять его и отвезти к суду. Но посмотри на злонравие их, с каким ласкательством они покушаются обочтить Господа. Знаем, говорят, что ты не смотришь на лица человеков, а потому не убоишься и самого кесаря. Все же это было только лукавством, чтобы во всяком случае уловить его. Ибо если бы он сказал, что должно кесарю платить, подать, они обвинили бы его пред народом в том, что он порабощает народ чуждому игу. А если бы сказал, что не должно, в таком случае они могли обвинить его в возмущении народа против кесаря. Но источник премудрости избегает их козней. Покажите мне, говорит, монету. И, видя на ней изображение кесаря, сказал, что имеет на себе такое изображение. То отдавайте лицу изображаемому, то есть кесарю, а Божие – Богу. То есть обязанность платить дань кесарю нисколько не препятствует вам в деле богопочитания. Ибо можете кесарю отдавать, что следует, и Богу воздавать должное. Но у каждого из нас есть своего рода кесарь. Это неизбежная потребность телесная. Итак, Господь заповедует давать и телу, свойственную ему пищу, и потребную одежду, и Божие – Богу, то есть посильное бдение, молитву и прочее. Но и дьяволу, и этому кесарю брось данное тебе от него, как то гнев, злую похоть, а Богу приноси Божие смирение, воздержание во всем и прочее. Вот, Господь, конечно, не запретил это, что кесарю не надо отдавать. Налоги. Вот есть, опять же, по обществу знаний, сейчас у нас консультация была в 9 классе. Вот, общество знаний. И признаки государства, какие есть признаки, уже мы это проходили. Ну, один из признаков, что налоги. Государство должно налоги брать или нет, да? Как тогда должны существовать там полиция или милиция, или еще какие-то структуры, да? МЧС и прочее, которые тоже необходимы для государства земного. Но вот важно, чтобы христианин имел правильное понимание отношения к государству. Вот. Зачастую у нас это можно видеть даже при поступлении в семинаре. Вот Владимир Писчиков, да, поступал. Там по отношению, значит, к убийству ему вопрос задавали. Я же не помню подробностей. Что на войне же убийство, ну а защищать государство надо. Об этом говорят якорные, священники. И даже, возможно, я сам же учусь, 3 года же в семинаре, ведут стрельбище для батюшек, чтобы стреляли они в местках. Вот. Слава Богу, пока нету. Я в этом не хочу участвовать и не участвовал. Я в армии не участвовал, стрельбующих уже служил верующим. Ну и патриотизм. Тоже нужно это, чтобы разъяснять все. Чтобы батюшки это объясняли. Обычно опять с государством все, полная симфония, дружба. Это же все временно, вот эти границы. У нас Отечество Небесное. Почему люди это не воспринимают? Невозрожденность, так считаю. Просто невозрожденность. Вот Отечество, надо за Небесное воевать обязательно. И это не считается убийством. И приводит это место, я с молодым батюшкой разговаривал, правда, он рукоположен не до 30, после 30. Вот. Отец Дианисий, наш староста. И он это место приводит, чтобы положить жизнь за друзей своих. Вот если ты видишь, что на него нападает, ты можешь того, кто нападает, и убить. Ну вот посмотри, покажите им на основании Слова Божия. Апостолы Павла побивали камнями, вдруг бы варнава там, ну или кто-то, сила, выхватили бы меч. И с криками, Аллах Акбар, накинулись бы на этих, кто побивал камнями и начал бы там крутить головы всем, да? Такую же страшную картину нарисовал. Или еще что-то. Апостолы, кроткие анкции, кроткие. Меч Слово Божие, никакого больше меча нет. Петр выхватил и получил ответ. Вложи этот меч. Все взявшие меч от меча и погибнут. Вот. И когда нам говорят, ну а как же, вы меня тоже спрашивали, вот вы православные, но православные же воевали. Это меня заместитель командира части в 96 году вызывали. Я уже тогда полностью, как говорится, в облачении, с бородой не метил. Все. Я два года как у Веры укрестился. И в армию так и пошел. И не брился там. Хоть мне и говорили, что надо бы видеться с нормальными. Это я считаю, я нормальный, а мне ненормальный. Все бритые. Вот. И замкомандира части он вызвал. А как же православный? И называет Александр Невский. И все. Вот только сошлось Александр Невский. А больше ни на ком. Но это все симфония с государством. Она доведет до того, что... И мы знаем эти пророчества. Что патриарх даже может венчать на престол кого? Самого главного рогатого с копытами. Представляете? До чего дойдет. А лишь только катакомбные христиане, которые бодрствуют, молятся. Они это поймут, увидят все. Так, ну пожалуйста, добавление. Можно? Да. Ну вот сейчас пример привели, что, например, если война, да, и, например, на Россию нападут, ты должен тех врагов убивать, защищая своих соотечественников. То есть русских можно так уж прямо к нам отнестись. Это согласно Ветхозаветной Западе, Матфея 5, глава 43 стих. Господь говорит, сказано, люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. То есть согласно этих слов они действуют как в Ветхом Завете. То есть люби ближнего твоего, я русского люблю, а ненавидь врага, то есть тот, которому напал на Россию. А 44 стих Господь говорит, а я буду вам любить врагов ваших. То есть совершенно противоположно. Ну и дальше он там перечисляет. То есть молиться за ближайших, за гонящих. Тут прямо во свете Гибели сразу показывает, что вот это несоответствие идет этому стиху, то, что они приводят в Евангелие Отеянов 15, где он положит душу за ближнего своего. То есть она вопреки-то от заповедей Божьей идет. Мало того, что если вот эту фразу читаешь в контексте, этот стих полностью, то он не отражает этого смысла, который они говорят, положить душу за кого-то. Если он полностью читает, то там не речь о том, о каком-то человеке, которого я, допустим, первый раз вижу, и там тем более стрелять в кого-то, не положить душу, а наоборот отнять. То есть люди даже неверующие. Я это услышал, и вот мне тоже, как Виктор, ты говоришь, тоже всякие замполиты там на скале. Ну знакомо приводит, да? Ну вот помните, по соображениям совести. Я иду в армию, я хочу там служить, но не отнимать жизнь. А вдруг смотрят такие, ну наши начальники прям, по соображениям совести, помнишь, да? Интересно. Смотрел, Михаил? Посмотри по соображениям совести. Хороший. Иногда в американские что-то такие искорки, проблески бывают. Ну сектант пошел служить адвентистам. Оружие не берет и все. Они его на губу и хоть куда и все не берет. Я иду и суд. Если бы не отец, там отец, письмо там генералу, раньше они служили, он под его начальством, в Первую мировую. То этот генерал и помог, чтобы так, по конституции это может быть что? Без оружия, пожалуйста. Что его терзать-то, этого парня? Вот. Ну еще что? На этот отрывок. Да, да. Вот ты сказал про сектантов, да? Адвентисты седьмого дня, да? Ты про них говоришь? Да. Это как раз он там служил. Те же свидетели Иеговы. Учение у них, конечно, понятно, что это не христианское, совершенно не евангельское. И тут говорить нечего. Но самое интересное, что они как бы возвысились над этой системой, над государством, они вне. Одновременно здесь работают, трудятся, а сами это проповедуют, свое, конечно, проповедуют. Но суть-то в том, что мы-то как христиане упустили это, что мы должны быть сами вне государства, вне системы. То есть телом мы находимся здесь. Мы работаем, трудимся, зарабатываем деньги, кормим самих себя. Но вспоминать-то мы должны, что наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем спасителя. То есть наша Родина, когда мы уверовали-то, крестились, уверовали, покаялись. Родина-то, христиан, она где? Это Царство Небесное, Царство Божие. И одновременно находиться и в этой системе. То есть кесарю служить и служить одновременно Богу не получится никогда. И поэтому такая вот эта... И так получилось с православием, что выбрали путь, когда служить надо кесарю, а Богу это как приложение. То есть помолимся, и мы выиграем войну и так далее. Тут невозможно совместить два этих, две цели таких. Или одно, служишь здесь, мирскому государству, царю... Как бы ни служишь, а Христос же сказал, отдавайте. Отдавайте, то есть налогу должен, налог отдавайте. Ты же здесь живешь, живешь. Я про это и говорю, что ты живешь, работаешь, отдаешь налоги. Но Родина твоя, ты понял, где твоя Родина? Родина там. И еще Слово Божие, что говорит? Подражайте мне, как я Христу, апостол Павел говорит. Это вполне достаточно. Будешь подражать Христу, апостол Павел, никогда не пойдешь убивать. Как ты по-другому будешь подражать? Они же не убивали. По сути дела, это все Евангелие, подражение у нас получается. Подражаем, значит, мы не возьмем оружие в руки. И заповеди такой нет, чтобы идти убивать христианам. Где ее найдешь, эта заповедь? Нигде. А положить друзей, это, конечно, Господь говорит в первую очередь о себе, что Он полагает душу. Апостолов называют друзьями. А я все. Ну да, этот стих, подведу как бы итог, вырывает из контекста, по-сектански, я бы так сказал. Именно, а общий смысл оттуда просто даже и не возвращается. А именно раз стих выдавали и часто его приводят. Конечно же, в этом видно невозрожденность тех пастырей, которые это говорят, вот, и даже миряне, если он это говорит об этом. Невозрожденность. Рождение свыше. Да. А я говорю вам. Это уже слова спасителя. Это конечная инстанция, конечная истина. Что мы должны просто голову преклонить и исполнить. Или не исполняя, что ты нарушитель. А я говорю вам. И дальше он несколько раз это говорит. Так, ну, дальше продолжим. 12 глава, с 18 по 27 стихи. Новое искушение у Господа. Потом пришли к нему саддуки, которые говорят, что нет воскресения. И спросили его. Говорят. Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет, брат, и оставит жену. А детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер. И он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ. Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писания, не силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда они будут ни жениться, ни замуж уходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея? Как Бог при купине сказал ему, я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь. Толкование. Саддукеи были между иудеями такие эритики, которые говорили, что нет ни воскресения, ни ангела, ни духа. Какие у нас сектанты это утверждают? Что нет ни воскресения, ни ангела, ни духа. Адвентисты. Адвентисты, да? Близко к этим. Вот они, те древние адвентисты, Саддукеи. Как люди коварные, они выдумывают такую пояс с тем, чтобы ею не спровернуть истину воскресения. Они дают вопрос о том, чего никогда не бывало, да и быть не может. А что семь мужей брали один после другого одну и ту же жену, это они выдумывали для большего посмеяния над воскресением. Так как они в основании своего вопроса представляли закон Моисея, то он обличает их в незнании Писаний. Вы, говорит, не разумеете, о каком воскресении говорится в Писании? Вы думаете, что воскресение будет таково же состояние людей по плоти и по душе, как ныне? Нет, не так. Вы не понимаете смысла Писания, да и силы Божьи не постигаете. Вы, видно, обращаете внимание только на трудность дела и потому недоумеваете, как могут разрушившиеся тела снова соединиться с душами. Но для силы Божьей это ничего не значит. По воскресении же состояние воскресших будет нечувственное, но богоподобное и образ жизни ангельский. Ибо мы уже не будем подлежать пленю, мы будем жить вечно. А по этой причине тогда и брак уничтожится. Ныне брак существует по причине смертности, чтобы, поддерживаясь преемством рода, мы не исчезли. Но тогда, подобно ангелам, люди будут существовать без посредства брака, никогда не умаляться в числе и пребудут всегда без убыли. Еще в другом отношении саддукеи оказываются неведущими Писания. Если бы они разумели его, то поняли бы, почему сказано «Я есмь, Бог Авраама, Исаака и Иакова, что указывает на живых. Ибо Господь не сказал «Я был», но есмь Бог их как бы присущих, а не погибших». Но может быть, скажет кто-нибудь, что Господь сказал это только о душе правоцов. А не вместе о теле. И что отсюда нельзя заключать о воскресении тел. На это я скажу, что Авраамом называется не одна душа, но совокупно душа и тело. Так как Бог есть Бог и тело. И оно пред Богом живо, а не обратилось небытие. Далее. Так как в саддукеи не веровали только воскресению тел, то и Господь сказал о телах, что они живы у Бога, а не о душах. Последнее признавали и саддукеи. Затем обратим внимание на то, в воскресении есть восстание падшего в землю, в прах. Но пала не душа, ибо она бессмертна, а тело, следовательно, оно и восстанет. Снова соединяясь с единосоюзной душою. Но этих вымыслов в наше время тоже очень много. Еще больше, наверное, чем в древности. Вот они выдумывают эту историю, которой никогда не было. Вот, на мой взгляд, это вот молчание фильм, тоже там что-то выдумано. Какое-то вот такое, знаете, я назвал коварство, кто не видел, посмотри, коварство против христиан. И режиссер-то скандальный. Ну, а как, видела, да? Ну, как твоя милая? У меня тоже чувство плохое после того. Какое-то такое посмеяние некое. Посмеяние, да. Там что-то хорошее показало, реально что-то хорошее. Есть, ну, чтобы совсем не чернить, иначе не будут смотреть, да? Такое, это вот мое мнение, конечно, не знаю, как других. Вот. Вливается такой яд. И недавно мне как раз вот Анфиса задает вопрос. Вопросы такие бывают прямые, прям даже, как думаешь, ответить здесь сразу. Вот, что, а если вот такой случай, врывается там куда-то, ну, можно слышать такие сообщения. В Америке это было, может, года два назад прям расстреливал. Узнавал, что не христиане, а какой-то ненормальный одноклассник. И он с другого ли класса потом себя застрелил. Вот врывается, говорит, если вы не отречетесь, прям на меня было направлять. То я сейчас буду по очереди их стрелять. Не меня, а их. Как вот вы поступите? Ну, я вот тоже так рассудил, такая какая-то ситуация, что, не знаю, я из жития вспоминаю, что-то не помню таких случаев. Вот как в этом фильме, молчание. Да, вот так. Вот я говорю, ты нам этот фильм посмотрел, ну да. Вот я с конца маленько тебя свернул. Но даже если Бог попустит этого, то, ну, случай, конечно, маловероятный какой, да. Вот, но ты будь тверд. Бог именно попускает так, чтобы ты мог пережить. И у вас постигло написанное искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым, сверхсильным, и при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Если Бог это попустит, то Бог даст и сил перенести, если ты верный ему. А нет, ну, были случаи, в житиях есть это, отрекались. И даже были такие, такая ересь была, что все это не принимать уже. Вот они отреклись, все это отступники, и, ну, покаяние в церковь уже не принимали. Ну, это призвано ересью, как, ну, человеческая природа. Ну, вспомните Петра. Уж какой ревностный. У нас, наверное, если так братьев перебирать, ну, и сестер, которые похожи там на кого-то из библейских. Наверное, Игорь Дубунов такой ревностный, да. Апостола Петра можно, ну, рубанет, скажет, там, ну, такой, горячий, да. А тут все, служанка подошла какая-нибудь, я не знаю, там, какая-нибудь Анфиса или маленького Ростика, Баба Серафима. Ну, пусть такая. А, ты не из, а не оттуда лей, из учеников. Нет, ты такой, дядька, нет. Слабость, самоуверенность. И вот это проявляется. А тут такая картина, да, этот молчание. Ну, посмотреть можете, оно вам, что оно, повредит, что ли, сильно. Ну, просто вы увидите эту подоплеку какого-то, такого, я бы сказал, лицемерия и коварства. Вот. Да, пожалуйста. Я просто молчание-то привел, могу привести аналогию 2-й Маковейска 7-й главы, да, когда мать у своих сыновей. Да, пожалуйста. Да, то есть, в этом получается совершенно другой смысл. Там уже еще в Ветхом Завете она показала, это, вот, обраните, как она наставляла своих детей, чтобы они попали в Царство Небесное, Господь, или тут сравнение поставить. Ну, напиши этому режиссеру, снимите по Маковейска, он по Библии не будет, он будет выдумывать что-нибудь. Ну, нет, это заказание. А Библии сильно отклоняется, последний, особенно, фильм. И Ивова тоже вспомнить многострадального. Ну, там, конечно, ситуация другая была, ну, как у Маковейска, но жена даже говорила, похули Бога и умри, он остался верным. А уж от близкого человека своего, особенно это больно слышать, близкий знает твои слабости, знает сатана, как ударить тебя именно, в какую точку. Под дых или под нос, я образно говорю, да, в самую больную точку. И вот жена тут, где твои все добродетели, вот что ты делал, похули Бога и умри. Ну, смотри, в каком состоянии ты уже разваливаешься по частям. А он потом в пророческом духе говорит, что Господь воздвинет мою распадающуюся плоть, и я сам узрю Бога. Это удивительно, конечно. Вот у Златоуста сколько поучений, и все удивляешься, когда его читаешь, насколько его вера тверда была. И три друга-то пришли, друг, друзья, но они увеличивали его тяжесть. Ты в чем-то все-таки грешник, ты. В чем я, где, что я сделал. Я готов судиться с самим Богом, уже в дерзновении, да. Ну, это, понимаете, это состояние такое уже, агоний, боль. Когда что-то заболит уже, даже молитвы-то, думаешь, я сейчас буду молиться, а молитвы-то нет. А там болячки-то только-только какие-то. А те люди, которые лежат, болеют, как Сергей Фарнизонов, это мученики просто. То есть вот Господь дает же такую вот переносить тяжесть, крест такой именно. Люди, значит, могут это перенести. Да. Ну, и еще хотелось бы, осталось у нас 10 минут, в принципе, могли бы полтора часа. Да нет, часа. Часа, да. О Вознесении поговорить. Много раз мы слышали, да, смысл этого. Оно должно, Слово Божие, живо и действенно быть. Как ко мне именно это событие относится. Часто у нас, я вообще имею в виду православие, что праздник, да, вот, торжественно все справляем, там, двунадесятые праздники. Великие есть, малые и так далее. Нам Церковь напоминает, да, евангельские события. Ну, как ко мне это относится? И что в этом празднике Вознесения, именно что ко мне, как к нему вот относится? Он возносится или нет? Или, может быть, он по-другому как-то превозносится на других, пре-представит? Ну, как вы считаете? Давайте подискутируем. А, Никита, твои мысли по поводу Вознесения? Надо подумать. Роман, как ты считаешь? Именно вот к тебе как это относится? Потому что настолько мы в привычку, да, мы приходим в церковь, молимся, слышим эти песнопения, у нас кое-что на русском. Вот, тропарь пропоем, кондак, потом пошли, плотно покушали, ну, все замечательно, не работает. А вот по следам Христовым мы идем или нет? Как мы должны возноситься в нашей обыденной жизни, в быту? Господь сказал, будьте святы, как я свят. То есть надо жить в чистоте, конечно, это нелегко, но стремиться к этой высокой планке. То есть планка нам дана, ну, порад, как мне тянусь. Будьте совершенны, как совершеннолетец мой небесный, да? Да. Это притом Господь уже сказал после того, как перечислил все предыдущие добродетели, что какую планку мы должны. Заповеди Божие. А у жития святых есть же, ну, описано, что были святы, которые духом путешествуют. То есть они, ну, там возносились, не возносились, но они могли выйти из тела духом и побывать, где им хотелось. Или вот здесь общение с ангелами, там, и со святыми общение. Ну, много это делать. Ну, брак первоисточник сам, апостол Павла себе, он скромно не говорил, да? Был там где-то в теле или в гне тела говорить, да? Да, пожалуйста, еще что-то. Ну, я хочу сказать, что Иисус Христос воскрес и победил грех, смерть и сатану, и небо стало открытым для человека. Именно как человек Иисус Христос возносится на небо, к Богу Одесную. Первый человек из земли, перстный, второй человек Господь с неба. Как перстный, каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то, скажу вам, братья, что плоти и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует ни тление. Через смерть прошел Господь и воскрес. То есть, это говорит о том, что теперь человек уже, все изменилось, мир изменился. Так скажу по-простому, человек имеет право быть там, на небе. И так и сказано, что наше жительство на небесах. У него билет на небо появился. Да, и первый человек, который взошел на небо, к престолу Божию, это был человек Иисус Христос. Бога человек, конечно. Но как человек в данном случае он зашел. Как Бог, ему не было нужды возноситься или еще что-то в этом роде делать. Бог везде и всюду. Бог из Дух. А как человек, да. Небо было закрыто. Все шли в ад. Да, и Господь же нам это предвозвестил через пророков. И в действии каких пророков это осуществилось? Вознесение. Илья и Инох. Илья и Инох. Но об этом Золотауз говорит и неоднократно по учению, что это, конечно, не то вознесение, как у Христа. Здесь уже сидение, да, по правую сторону. Но они не вкусили смерти, а они придут. То есть пройдут опять они это вкушение смерти. Все-таки Илья и Инох. То есть где они, это тайна Божия. Но Бог всегда готовил человеческий род к какому-то событию. Например, рождает там неплодное. В Ветхом Завете это было. И Инох. И Инох говорит, что в дальнейшем Божья Матерь рождает не от семени мужеского, а от Духа Святого. То есть так вот подготовка, так скажем, чтобы люди это чудо восприняли. Также вот здесь вот пророчества Вознесения были в Ветхом Завете. Были многочисленные псалма, пророка Исаия. Да, и были случаи, когда вот Илья вдруг в огненном вихре. Отец мой колесница, ну это Елисей, да, говорил. Колесница и конница Израиля. Вот. И Енох еще. И не стало его тайны, где, куда. То есть Бог так вот готовил род человеческий, чтобы это можно было воспринять. Ну и вот это вот событие, деяние святых апостолов мы читаем. Как это все происходило. Так, еще вопрос у тебя. А зачем Бог это возвесил на небо Илью и Еноха? Если он знал, что все равно они умрут, когда антикрист придет. Ну зачем? Вот попробуй ответить. Затем Бог. Енох настолько был праведный пред Богом, что Бог вот его взял, вот. Но в дальнейшем, чтобы он послужил Богу в проповеди во времена антихриста и сошел на землю. Также Илья настолько был праведный, что Бог его взял уже на огненной колеснице. Ну это представлено людям, конечно, так. На самом деле там тайна, что и как происходило. И тоже, чтобы он послужил в дальнейшем в деле проповеди. То есть это промысел Божий. Да, промысел Божий. Вот так вот все посовершается. Зачем? Зачем? Ну если Илья и Еноха зашли на небо, то нужды не было Христу восходить. Значит небо было открыто уже. Но Богообители много, поэтому тут Лона Авраама где находится? В Аду было находилось? Ну где-то там это... У нас акты это понятие вообще-то растяжимое. Мы толком ничего не знаем, так предполагаем. Где-то есть Лона Авраамова. Ну тут считать, что Илья и Енох так же, как Христос, зашли на небо, мне кажется, неуместно совершенно. Потому что нужно сначала было победить, открыть путь, доступ, примириться с Богом, человеку. Понимаешь? Тут связать сатану надо было. Он властвовал здесь. И поэтому тут сравнивать это Енох и Илья, что зашли на небо, это образно, можно сказать только. А не в прямом смысле. Или нет? Ну конечно. То есть это тайна Божия, где они находятся. Ну это не одно. Причем тема, конечно. Ну я понимаю, Златоос это говорил. Значит уровень людей, уровень их грамотности или безграмотности был таков, что надо было им разъяснить. Они могут говорить, они это витистывали бывало, что для красного славца. Это подчеркивали какие-то моменты, они немножко там это, как бы выше это ставили. Ну и сидение, конечно, по правую сторону. То есть дана мне всякая власть на небе и на земле. То есть это равная честность Отцу. Никто там не сидит. Степ, ты понимаешь? Это только нам, как говорят, антропоморфизм, о человечине такое представляется. А сидение, значит, равная власть. Отец всеми двух святые. Равнозначный, равновластный, всемогущий. Троица святая, нераздельная, всемогущая. Вот. Ну еще можно, конечно, из этого праздника кое-что еще извлечь, что еще добавления будут. А вот как ему пояснить о Вознесении? Ты потом объяснишь ему. Потом. Кулуарно. Кулуарно, доходчиво. Что нам всем нужно возноситься. Духом, конечно, мы душою возноситься, нужны в молитве. А написано непрестанно молитесь. Это тоже Вознесение. В церковь мы должны войти, выйти, другие. Возноситься в церкви. Не превозноситься. Парисей превознесся. То есть превозношение, гордость. А у нас, наоборот, смирение должно быть. А Бог гордым противится, смиренным дает благодать. А раз благодать дает, то у нас Господь и возносит. Да, пожалуйста. Парисей, 2 глава, 4 стих. Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью воспасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках призабильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы воспасены через веру, и сияние от вас Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Во Христе человечество вознеслось в Христолу Божию. Человеческая плоть имеется в виду. То есть она преобразилась, эта плоть, стала другой, иной. Но это все равно человеческая плоть. То есть, если раньше этого доступа не было, до Христа, теперь есть возможность нам туда попасть. Слава Богу за все. Если мы воскресим еще здесь, души наши оживут от грехов. Вопросы есть еще какие? Нет, заканчиваем. Господи. 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 По истину, блажите Тебя, Богородица, Хрисноблаженную и Кренепорочную, И Матерь Бога Нашего, Честнейшую Херургин, Ей славнейшую без сравнения Серафим, Без истинней я, Богослово Рожжую, Сущую Благородицу Тя величаем Слава Тебе, Господи, за тихое и мирное время, за все Твои благодеяния Помоги нам, Господи, быть не только слушателями словес Твоих, но и исполнителями Ибо блаженны слышащие и соблюдающие Слово Твое Благослови, Господи, нищих, серых, вдов, одиноких, страдающих, болящих Гони мы за веру, томящихся в узах, темнице, за Слово Твое Милующих, питающих нас, всех православных христиан, посетим милостью Твоей Благослови, Господи, нашего пастыря, протерея и акима Раба Твоего, проповедника, брата нашего Игнатия И всех православных христиан, болящего Сергия парализованного Любу, Анну, Александру, Татьяну, Нианилу, Марью, Рысу, Валентину И всех болящих братьев и сестер Посети милостью Твоей Детям нашим дару страха Твоего, веры, послушания Благослови учащихся Василису, Анфису, Иеремию Помоги им, Господи, при подготовке, при сдаче экзаменов Помоги им развить свои таланты, послужить Тебе и ближним нашим И нас помимо милости Твоей ради Тебе за все хвала, слава, чести, поклонения, Отец, Сын и Святой Аллилуйя